Использование средств индивидуальной защиты является одной из мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Сегодня мы поговорим о масках. Маски бывают двух типов. Медицинские стерильные маски, они всегда одноразовые. Они продаются в индивидуальных упаковках. При вскрытии и одевании этой маски она становится нестерильной и по мере ее использования утилизируется. Есть второй вид масок. Это многоразовые маски. Они бывают марлевые, также бывают из ткани. Из марли это четырехслойные маски, которые очень хорошо пропускают углекислый газ при выдохе. Очень комфортные в носке, то есть они не сминаются при разговоре, что является очень важным фактором в образовательном процессе. Сейчас я быстренько расскажу, как правильно одевать и снимать средства индивидуальной защиты, в частности маски. Начнем с одноразовой маски. То есть маска должна находиться на лице, полностью закрывая подбородок, нос. Поэтому берем эту маску двумя руками за резинки, прикладываем к подбородку, максимально натягиваем и одеваем за уши. То есть вот вы видите, что маска закрыла подбородок, лицо. Также маска должна максимально плотно прилегать к лицу и во время носки желательно маску руками не трогать. Срок использования этой маски, то есть в течение 2-3 часов она выполняет барьерную функцию, то есть защищает лицо от капелек слюны своей и собеседника, что является важным фактором в связи с тем, что она задерживает инфекционные агенты. После того, как прошло время использования этой маски, вы также берете маску за резинки, аккуратно снимаете, не касаетесь лица, сворачиваете внутрь и выбрасываете в специальные контейнеры, в мешки, которые будут установлены. Все, это одноразовая маска, которая не подлежит повторному использованию. Сейчас мы поговорим о многоразовой маске. Которая используется также в течение 2-3 часов. После течения этого времени эта маска также сворачивается внутрь и кладется в полиэтиленовый пакет. В дальнейшем она стирается и проглаживается с двух сторон. После этого ее можно использовать еще раз. Теперь я расскажу, как одевается эта маска. В принципе, принцип тот же. Но в связи с тем, что эта маска шире, чем одноразовая, мы также берем ее за резинки, не трогаем марлю, ниже накладываем на подбородок, закрываем нос до переносицы и фиксируем за ушами. Больше снизу можем поправить, вверху можно уже не поправлять, она плотно прилегает к носу, к переносице, к щекам. Значит, по истечении времени использования этой маски 2-3 часа, а также при намокании этой маски, это может быть и раньше, также берется за резинки, аккуратно снимается с ушей, убирается от лица, складывается и складывается в полиэтиленовый пакетик для дальнейшего обезвреживания путем простирывания и проглаживания.